всем привет попытаемся сегодня начать разбираться в японских точильных камнях синтетических и морских точильных камнях и какую-то в кучку собрать информацию потому что их такое огромное количество и для чего они почему они толком нигде ничего не сказано мои слова не являются истинной последней инстанцией поэтому будем думать вместе вы напишите мне в комментариях может быть может быть я и ошибаюсь в чем-то может быть что-то в чем-то неправ а я поделюсь с вами той информацией которую я нашел в интернете соответственно на двух сайтах это один на него абразив . ком и второй сайт это sharpening саприс . ком прошу прощения за свое корявое английское произношение так фирма на него находится в японии по крайней мере уголовный филиал высоки производит она различные точильные камни причем фирма на него ориентируется на два рынка то есть соответственно это на европейский сша канаду австралию и на азиатский рынок два чем-то похожих но и соответственно разных веб-каталога я не знаю возможно это маркетинговый ход пытаемся разобраться и так что мы имеем в каталоге на европейский рынок выглядит он довольно таки усеченно вот вы его сейчас видите то есть это все камни профессионал в том супер стол traditional stone традиционные точильные камни экономические камни и спаренные то есть комбинированные точильные камни однако есть у у нас еще вот здесь в каталоге еще такая серия забавно это sharpening sharpening stone за . до камень и special stone это специальные типа точильные камни экономические комбинированные ну и аксессуары попробуем разобраться в каждом так поехали профессиональные точильные professional stone профессиональные точильные камни да это бывшие камни на него чусера как говорит сайт sharpening sap.com это камни высокого качества камни на магнезеленные связки размеры камней 210 на 70 на 20 что в принципе мы видим здесь вот он артикул данных точильных камней грибность у них идет от 400 до зернистость до десятитысячника то есть при желании если у вас деньги есть мы можете все что угодно камни на магнезенительные связки повторюсь почему они называются профессиональными да здесь настолько плотно подогнанные зерна что ли друг другу да что позволяют они затачивать большое количество различных стали и не помню точно где но я читал что данный тип точильных камней подходит для заточки твердых японских ножей хотя в принципе я и вспомнил это секундочку вот 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 эта вот фраза для ножей и помню для японских ножей высокой твердости что еще надо сказать про данную серию professional stone видите вот в азиатском каталоге данная серия отмечается пятью звездами называется премиум класс очевидно что это происходит вот видите как осуществляется подбор зерна для дальних точильных камней грубо говоря это эталон и максимум как могут отличаться отличаться зерно в данном точильном камне могу ошибаться можете меня поправить в принципе следующая серия это у нас супер стоны соответственно они идут разной толщины с 2 с 1 с 2 это 210 на 70 на 20 и с 1 210 на 70 и на 10 зернистость у них отличается несколько от профессионал до стонов то есть начинается нас 220 камня и в азиатском каталоге в азиатском каталоге данные камни супер стоны они рекомендуются как для профессионалов так и для большинства пользователей подходят для заточки практически любых стали очень интересно выглядит подбор зерна в соответствии с подбором зерна у профессионал 100 он да мы видим мы видим что скажем так требования качеству подбора зерна несколько снижены и данные точильные камни имеют 4 звезды это камни high-end класса далее на европейский рынок идут еще камни то есть это sharpening stone и special stone я не знаю с чем это связано я не знаю насколько они сильно отличается от супер стонов но насколько я понимаю то что супер стоны идут как и на японский рынок на азиатский так и на европейский кроме этого могут пойти на европейский рынок это sharpening stone и special stone отличаются данные камни и вот этот вот этот и вот этот только по толщине все остальное одно и то же как я понял это камни на полимерные связки за ними не нужно ухаживать так как надо ухаживать и следить за камнями серии professional stone и можно их не особо не замачивать смочил и поехал работать еще раз напоминаю то есть это метод изготовления здесь за им метод данную информацию я взял вот здесь на этом сайте на этом сайте sharpening сапляс . ком вот прошу прощения за корявый перевод если вы хотите перейти к реальным деталям эти камни они сделаны из смолы смола связь вот эта полимерная связка дает соответственно два реальных преимуществ во первых связка обеспечивает более высокий уровень абразивных частиц по сравнению с менее дорогостоящими методами склеивания камни и ну соответственно увеличивается там скорость заточки и камни не требует вымачивания в воде до использования их просто нужно побрызгать сверху и вперед можно работать дальше кому интересно можете остановиться на паузу и прочитать вот это все да для чего что и как далее и что для чего нужно и очень интересно здесь рекомендации по подбору камней в зависимости от вашего кармана если два камня тут и 400 200 до если три двести двадцать тысячи пятьсот и так далее то есть люди дают рекомендации на тему подбора количества камней которые вам нужны по вашим деньгам соответственно далее то есть как я понимаю супер стоун шарпининг стоун и спешил стоун это камни одного типа просто одни идут на европейский рынок и на японский далее традиционные японские точильные камни здесь фирма на него я так понимаю также экономические и экономные камни да да и комбинированные камни это все камни одного и того же качества то есть и фирма на него здесь пошла по по пути насыщения рынка на разный карман то есть если у тебя нет денег пожалуйста вот возьми вот эти вот камни все будет замечательно и так традиционные камни опять же берут эту информацию и здесь написано следующее что отличный баланс между ценой и качеством по-прежнему получаете высокое качество когда и тому подобное да я в отличие от супер стоунов данные камни необходимо замачивать это традиционно что такое традиционная связь не совсем понятно я так понимаю что это все-таки магнезиальный цемент все таки связка единственное что порой скорее всего побольше чем соответственно на него чусера него профессионал далее посмотрим еще в азия каталоге в азиатском каталоге я так понимаю данные точильные камни как традиционные как комбинированные точильные камни это все одно и то же что и европейском каталоге и смотрите здесь уже другое совершенное требование подбору зерна то есть зерно здесь может отличаться от эталона настолько здесь и здесь но опять же отличие от японского каталога до что идет на японский рынок это соответственно стандарт класс три звезды японском каталоге здесь все проще корс stone medium stone и не шин столом корс 220 до медиум стол с 800 по 1500 и финишен столом соответственно 600 и и шеститысячные и восьмитысячные камни единственное что отличает еще от европейского каталога это также камни стандарт класса очевидно это те же самые эконом классы комбинированные точильные камни и традиционные точильные камни но многие из вас видели их это точильные камни лобстер размеру них 210 на 65 на 30 линейка то есть 220 800 и 1000 1000 1000 полутора тысячный трехтысячный на этом она заканчивается данная линейка производится в вьетнаме относится также стандарт классу и подходит для заточки домашних ножей вот так еще раз напомню премиум класс это профессионал стол подходит для заточки японских ножей из твердых стали данные тип камней поставляется как на европейский рынок так и на азиатский класс ниже high-end класс это супер стол подходит как для профессионалов так не для большинства людей по цене чуть дешевле чем про чем профессиональная серия на европейский рынок может поставляться как под маркой супер столом так я так понимаю под маркой шерпинг столом и спешим столом отличие между шерпинг столом спешим столом это толщина камня все дальше все одно и то же даже по цвету если вы посмотрите сюда супер столом сюда принципе по цвету все подходит здесь тоже самое далее это у нас традиционные точильные камни в японской классификации это стандарт класс до три звезды подходит для большинства домашних ножей вот таким образом сниженные требования к подбору зерна по сравнению с эталоном да по сравнению посмотрите просто сравним вот здесь в этой части где у меня стрелочка ходит и вот он профессионал стол насколько могут зерна отличаться скажем так при одной и той же зернистости вот в принципе все не знаю наверное было все сумбурно но вы сами сможете пройти на эти сайт на эти сайты и как-то усвоить что-то для себя не знаю было ли это полезным это видео всем спасибо до свидания